всем привет еще один еще одно видео такое как сделать колонну простейшую архитектурная деталь может быть куда-нибудь вам пригодится давайте откроем цилиндр вытянем его нажмем edit make polymesh и добавим ему дивайдов побольше выровняем его и теперь будем работать с маской выделим вот так эту часть сделаем control и даже давайте побольше возьмем вот так вот сделаем control и и потом зайдем в деформацию в деформации прибавим по сайзу и так теперь что будем делать теперь давайте уменьшим еще здесь вот сделаем вот так вот кромку а это все уберем control и и теперь давайте ее вглубь введем можно наружу ну давайте вглубь вот так вот сделаем и посмотрим свитч вот так вот свитчем чуть-чуть поработаем вот так у нас получилось теперь снимаем выделение и выделим вот эту часть сделаем ее чуть-чуть поменьше вот так вот нажмем control и опять же и уменьшим сайзом опять вот так и опять можно свитчем поработать можно твист использовать вот так чуть и загнуть прикольно будет мы будем делать простенькую базу так все это мы снимаем эту часть мы уберем control shift alt и теперь зайдем в геометрии снимем долл лоур модифит апологи и долл хидден и close holes вот такая база у нас получилась на скорую руку и давайте вот эту часть теперь уменьшим выделим ее нажмем control и зайдем опять в деформацию и свитчем вот так ее увидим здесь вот добавим маленькую тоже кромку control и и можно использовать свитч так вот можно его чуть прибавить вот так можно увести все вот у нас база получилась простенькая быстро вот так вот она выглядит и теперь как можно сделать вот эту часть можно сгладить потом внутреннюю ну давайте сюда добавим какую-нибудь картинку нажмем выделение нажмем альфу нажмем импорт так и найдем какую-нибудь длинную картинку вот когда картинка на альфу установилась переключимся давайте на drag rect вот ее можно вот так вот нанести ну сначала нужно добавить дивайдов побольше чтобы рисунок был хороший вот такой будет рисунок у нас вот такой будет рисунок у нас теперь давайте поработаем либо свитчем вот так вот можно работать с сайзом вот так вот и нажмем control и немножко и уплотним давайте посмотрим что получилось ну в принципе неплохо пойдет когда у нас база сделана с узором можно здесь еще подобавлять части выровним отключим альфу включим rect control и и теперь сайзом вот так вот можно прибавить и также здесь проделать эту операцию жмем control и и сайзом сглаживаем все это а свитчем можно уже чуть-чуть доработать вот в таком духе вот такая простенькая база у нас вышла давайте добавим теперь колонну к ней заходим саптулы жмем append добавляем опять цилиндр переключаемся на него добавляем ему дивайдов и теперь опять в деформацию все простенько ничего сложного тут нет так и теперь в геометрии находим сайз и вот это вот третья у нас часть выходит и с помощью мов опускаем ее вниз выравниваем вот так теперь переключаемся на базу опять делаем дубликат переключаемся на него и опять в деформацию теперь ротации это все дело перевернем и опустим вниз и Продолжение следует... Продолжение следует... Зайти в саптулу, переключиться на саму колонну и уменьшить ещё её немножко. Вот такая колонна вышла. Можно её обрезать и использовать половину её к тене куда-то на декор, где-то её уплотнить, уменьшить. Можно вазу на неё поставить, ещё что-нибудь, бюст. Так, что ещё? Как вот сделать колонну теперь, вот эту? Как сделать теперь вот эту колонну с каннелюрами? Вот эти каннелюры, это вот эти вот выемки в самой колонне. Давайте откроем ликбокс в Tools. Приключимся на сферу. Вот такая у нас получается она. И теперь просто нужно зайти в Transform, включить активацию симметрии, ротацию включить, прикинуть её вот тут. Вот так она выходит у нас. И посчитать каннелюры. Давайте добавим ещё 8, поставим 10. И вот так вот её можно сделать вот таким образом. Также можно убрать вот эту кромку, сделать вот эту пошире, чтобы мягче она была. И сделать вот так вот. Вот она у нас колонна с каннелюрами уже вышла. Вот такая штука. Теперь отключаем, заходим в Geometry, отключаем, так, где у нас тут, Shadow Box. Делаем у Polish. И вот такая вот колонна выходит. Делаем Make Polymesh. Открываем нашу вот эту вот колонну, сделанную. Выравниваем её. И сюда можно через Append всё это добавить. Вот она у нас здесь есть. Теперь надо её просто перекрутить. В деформацию заходим. Так, переключимся на колонну. Заходим в деформацию. И ротации. Вот так её выравниваем. Так, теперь ей добавляем Size. Заходим в Subtool и отключим эту колонну. И в деформацию, в Geometry, в Size. Прибавим эту. Вот такая вот колонна тоже может получиться с каннелюрами. Подогнать её. Выровнять. И всё будет хорошо. Всё, всем пока. До свидания.